Бизнес-диалог, но это совершенно неестественно, с моей точки зрения, открывает сегодня президент топливной компании «Квелл» Юрий Александрович Алиев. Его доклад посвящен результату 20-летнего сотрудничества «Квелл» еще раз со всеми вами, нашими, заблежными и российскими органами. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу всех поприветствовать вас, поблагодарить за то, что вы приехали, за то, что вы с нами провели эти короткие встречи, но очень насыщенные были уже диалоги, они еще предстоят. Очень надеюсь, что и сегодняшний день будет посвящен нашему сотрудничеству и как в целом с «Росатом», так и с топливной компанией, которая входит в составную часть, как вы знаете, в госкорпорации. Коллеги, я немного расскажу в основном о настоящем и о будущем. Куда мы идем, что мы делаем, зачем делаем. Ну, собственно говоря, вы обо всем знаете, я просто уточню некоторые наши первые цели. Если позвольте, первый слайд. Коллеги, вот приблизительная расстановка 98-й год и сегодняшний год. Всего в 17 лет назад мы имели 3 страны поставки, 45 блоков, это в основном была Россия. Доля топливной компании на мировом рынке фабрикации 10%, и мы в своем составе имели один передел, это фабрикацион. Вот буквально через 10-15 лет, 18 лет, сегодня, да, мы имеем 14 стран, это только по фабрикации, 78 блоков входят в эти страны, и занимаем 17% от количества всех блоков, которые находятся в эксплуатации в мире. Ну и, конечно, мы сегодня в топливную компанию входят такие переделы, как конверсия, как обогащение дополнительной фабрикации. Следующий слайд. И, естественно, научное сопровождение по главе с нашим институтом НЕНО. Вот здесь, коллеги, мы приводим цифры, которые вместе с нашей компанией по сбыту и трейдингу, наша компания Denix, которой вместе сегодня имеем 36% рынка на обогатительном секторе, 17% я уже говорил, фабрикации. Наша выручка приблизительно годовая колеблется от 4 до 4,5 миллиардов долларов, 30 миллиардов, больше 30 миллиардов у нас 10-летний портфель, контрактов, совместный. И сегодня производительность соизмерима с лучшими показателями в мире. Она составляет 240 тысяч долларов на одного работающего в компании. Следующий слайд. Коллеги, мы как уделяли, так и продолжаем уделять самое пристальное внимание безопасности нашего топлива, понимая, собственно говоря, что это является основным приоритетом атомной энергетики, но так как активная зона без топлива – это практически пустой сосуд, пустая емкость, поэтому наполнение топлива должна давать гарантию, собственно говоря, эксплуатационным характеристикам всей атомной станции и реактора. В первую очередь, конечно, мы вкладываем наши деньги, которые мы зарабатываем, в первую очередь, конечно, в безопасности. И сегодня, слава Богу, что не было ни одного нештатного случая, где бы мы с нашими партнерами эта нештатная ситуация возникла из-за топлива. Второй наш приоритет – это реабилитация площадок, где мы работаем. Мы практически сегодня работаем и по наследию, которое нам досталось от Советского Союза, от создания ядерного щита. И в этой части у нас тоже неплохие успехи. Мы вывели наш один небольшой завод в Красноярском крае, химико-металлургический завод, до зеленой площадки. Мы практически вывели самое сложное здание в западной части Москвы, в нашем институте в НИНМ. Сегодня тоже раскид парк на этом месте. Это буквально в прошлом году. Мы сегодня занимаемся зачисткой двух сублиматных комплексов, находящихся в городе Глазове и в городе Ангарске. Практически территорию тоже доведем до зеленой площадки. Мы сегодня в течение пяти лет в год перерабатываем по 10 тысяч хвостов, которые превращаем фактически в природные составляющие, которые не требуют никакого хранения, практически опускаем. Шахту, в том числе сидящего здесь Владимира Николаевича, уважаемого Верховцева, в его шахте, которая находится в Казнакаминске. Естественно, громадное значение уделяется надежности, качеству топлива. И в то же время мы уже в течение пяти-семи лет активно развиваем второе ядро. Здесь тоже у нас неплохие успехи, именно на высокотехнологичном рынке, когда мы используем мощности, используя мощности основные по производству ядерного топлива, снижаем общую себестоимость. Следующий слайд. Ну, наше конкретное преимущество, коллеги, известно и понятно вам, собственно говоря. Все, что мы делаем, мы делаем ради наших заказчиков, ради операторов атомной станции, ради того, чтобы топливо было, вернее, выход энергии, стоимость энергии на выходе, снижало свою себестоимость, в том числе от нашей составляющей, и одновременно повышая его качество и повышая его потребительские свойства. Сегодня, вот мы, я уже говорил, мы перенесли всю конверсию с трех площадок на одну, дало нам большую экономию изготовления различного вида оборудования, мы сконцентрировали в одном месте, но, естественно, этот процесс продолжится дальше, и сегодня мы практически на наших комбинатах и заводах не имеем никаких непрофильных производств. Мы ожидаем, вы знаете, комплектные поставки, которые создают возможности для развития патриотических качеств, но сегодня имеем топливо, которое эксплуатируется в течение полутора лет, стоит задача дальше увеличивать эти возможности, тем более тем самым. уменьшая себестоимость электроэнергии на выход. Мы используем все виды сырья, единственное в мире, наверное, различные регенеративное сырье. Здесь находятся переработчики, Михаил Иванович похлебает, который перерабатывает, и в этом году будем перерабатывать тысячное топливо, вероятнее всего. И мы предлагаем только образцы, которые прошли референцию в России. Следующий слайд. Посмотрите, результатом этой деятельности, кроме повышения качества, надежности, безопасности и других характеристик, является то, что мы на протяжении последних шести, я бы сказал, семи-пяти лет, практически не меняем цен на топливо, несмотря на внутреннюю изоляцию, несмотря на различные виды повышений, которые, кризисы, которые с девятого года сотрясают и мировую экономику, и Россию, мы практически не подняли цену, но при этом маржинальный доход, который мы имеем сегодня, благодаря нашей работе по издержкам, позволяет нам, опять-таки, средства расходовать в значительной степени на безопасность, на реабилитацию, на новые неокры, которые создают условия для развития новых видов топлива, на технологическое перевооружение, ну и, естественно, на качество и надежность. Вот эта часть денег практически целиком возвращается от данной компании, нашей материнской компании «Росатома», и мы проводим вот эту инвестиционную политику по пяти основным направлениям в следующий день. На этом слайде показаны наши ключевые приоритеты при работе с заказчиком. Еще раз хочу повторить, практически эта работа не состоялась, если бы не было вызовов, не было бы задач, не было бы заданий, которые дает тебе. Следующий слайд. Вот на этом слайде показано, как мы работаем с вами по новым видам топлива. Кто заказчиком является ТВС-12, ТВС-А, МОН-2, это и Россия, и вся Украина, это Венгрия, я прошу прощения, это Чехия, практически Болгария, которые мы сегодня провели эти переговоры, и практически во многих странах началось внедрение этого нового видов топлива. ТВС-2, сегодня работаю на китайской, полностью первый год совершил ТВС-2Ф, практически в ТВС работает только второй блок, но сегодня ученые знают, что и там тоже произойдет эта замена. Ну, естественно, мы готовим новый топлив от ТВС-4, и сегодня с нашими китайскими партнерами, друзьями мы договорились о возможной его эксплуатации, как на первом, втором, на третьем, четвертом, так и на седьмом, восьмом блоках Теневаньской оборудочной станции. ТВС-2Ф, коллеги, ну, вы слышали, что мы сегодня выходим на американский рынок с нашим видом топлива, это генетически разные топлива, американские и наши, мы их создавали отдельно, все остальное это модификации, которые либо от нашего топлива, либо от американского топлива. Тем не менее, вот мы подписали соглашение с компанией GIE, и в скором времени мы подадим наши материалы на дореакторные исследования в американский регулятор НРС. Несколько компаний, я могу назвать, пять операторов атомных станций Америки, которые имеют в своем составе реакторы, работающие на топливе 17 на 17, ведут на прямые контакты с нами, и я думаю, что вот в той дорожной карте, которая совместно у нас существует, с 19-19-20-х годов начнется полномасштабная загрузка наших кассет в американских реакторах. Вы знаете, говорили, что первая референдность у нас завоевывается в сегодняшней Швеции, здесь тоже у нас продолжаются работы, пока все не могу сказать, но здесь тоже очень хорошие новости и для нас, и для вас как партнеров, потому что все эти объемы в конечном итоге уменьшают себе стоимость, не только концентрация производства, движение издержек, но и объемы, которые дают возможность рассчитывать на то, что в ближайшее время мы не будем повышать цены для вас, для наших партнеров. Для нас тоже это важное составляющее. Но при этом и оставаться всегда с маржинальным доходом, необходимым на безопасность, на новые, мокрые, когда. Следующий слайд. Я свое выступление хочу закончить цитатой по Лао Цзи, китайской цитатой. Знаете, коллеги, слова очень сильные, мудрые. Тот, кто разбирается в партнерах умный, мы точно умные. Тот, кто разбирается в себе мудрый. Тот, кто побеждает конкурентов сильный, тот, кто одержит победу над собой, великий. Коллеги, спасибо большое за внимание. Спасибо вам за то сотрудничество, которое ему 20 лет. Собственно, даже больше. Сегодня здесь сидят директора завода, которые помнят и 90-е годы, и 80-е. На многих станциях мы работаем по 30 лет. Мы прошли историю, связанную с Советским Союзом, с СЭВом. Вчера мы с нашими коллегами из Болгарии вспоминали, что и в Советском Союзе, и при СЭВе, и после, когда у нас был, простите за выражение, просто бардак. Мы работали, нигде не нарушили ни одного дня по срокам поставок и практически выдержали высокое качество, несмотря на все эти стихийные версии, которые оглушали нашу великую, большую страну. Спасибо вам за это сотрудничество. Надеюсь, что следующие 80 лет до нашего 100-летнего юбилея пройдут тоже под знаком высокой безопасности, надежности, качества и эффективности нашего топлива. Спасибо вам, коллеги. Спасибо.